Коллеги, мы продолжаем с вами говорить о жидких нитях, о дермальных фиброзантов линейки премиум и носят они название Revitatissue Lift Soft и Revitatissue Lift Strong. Сегодня поговорим о том, как правильно, я расскажу вам три золотых правила имплантации жидких нитей, сколько на это процедур, как часто и кому они подходят. Итак, первое. Жидкие нити – это гиалуроновая кислота, модифицированная двухфалентным цинком. Поэтому, для того, чтобы у вас был стойкий, красивый лифтинг-результат, вы должны рекомендовать работу курса. Курс всегда будет определяться индивидуально, исходя из птоза мягких тканей, исходя из анамнеза наших пациентов, возраста, желаемого результата и объема, конечно же, препарата. Как правило, это 2-3 процедуры с интервалом 1,5-2 месяца. Очень важно то, каким инструментом вы работаете. А инструменты у нас всегда два – это игла или конюля, они взаимодополняющие инструменты. Если вам хочется поработать на уровне дермы, сократить дермальные заломы, выбирайте иглу, крупнокалиберную иглу. Если же вам хочется больше лифтинга, меньше травмы и такой создать красивый пуш-ап эффект, тогда выбирайте конюлю, и конюля должна быть тоже крупнокалиберная. 22 на 5 или 22 на 7 в ваших руках способны творить чудеса. Важно три золотых правила, которые мы используем при работе с жидкими нитями, и звучат они так. Первое. Мы всегда создаем пересечения, ромбовидные пересечения. Чем плотнее они будут, тем лучше будет фиброзирующий эффект и сокращение тканей. Второе. Это всегда действуем против векторов старения, то есть стремимся максимально направить свои движения вверх и латерально. И третье. Это пересекаем все борозды и складки поперек. Неважно, каким инструментом вы при этом работаете, игла это будет или конюля. И самое важное. Это объединить в рамках одной процедуры все три этих правила. Сейчас обратимся к хипчарту, расскажу, как правильно. Разметку вы уже видели в предыдущих наших публикациях. Поэтому первое правило. Мы идем против векторов старения. Следовательно, мы будем выбирать точку высоко. Это либо скуловая дуга, либо впереди ушную раковину, либо вандибулярный угол. И стараемся направить наши действия к проблемным зонам. Это первое. Второе. Правило пересекающихся векторов. Мы выбираем следующую точку доступа так, чтобы у нас максимально перекрывались уже имеющиеся первые лучики от работы. Ну и третье правило. Это мы идем против всех борозд и складок. Носогубная складка, ротоподбородочная морщинка, морщины, улыбки. Не важно, с чем вы работаете. Важно использовать три этих правила. Если мы работаем иглой, мы точно так же все три правила объединяем в одно. Мы стремимся работать против векторов старения, идти против дермальных морщин и складок и пересекать, создавая ромбы на лицах наших пациентов. Наглядно это продемонстрировано в процедуре, которую мы для вас подготовили. И запомните, коллеги, неважно на каком участке лица, шеи, декольте, тела вы работаете, всегда руководствуйтесь этими тремя правилами. Помните о том, что это курсовая процедура, не исключающая биоревитализирующие процедуры, объемное моделирование и ряд других манипуляций, которые в синергизме будут давать хороший, длительный и гармоничный результат.